Ситуация была не такая плачевная. С каждым годом она становится все хуже и хуже. Уфимская девятиэтажка на улице Вологодской страдает от нашествия вандалов. Стены подъезда исписаны, почтовые ящики сломаны, пакеты с мусором оставляются прямо на лестничных клетках. Лампочки разбиты или выкручены, а вместо окон кирпичная кладка. Когда-то в этом здании располагалось общежитие. Позже его превратили в многоквартирный дом коридорного типа. Судя по запаху, некоторые путают подъезд с туалетом. Есть такой момент, есть. Для борьбы с хулиганами люди установили видеокамеры компании Уфанет. Жители этого дома регулярно присылали в редакцию ЮТВ видео с участием своих соседей, которые вели себя, мягко говоря, не всегда прилично. А это местная доска позора. Сюда вешают фотографии тех, чьи шалости попали в обзор камеры. И это взымело свой эффект тоже. Это очень хорошо, потому что люди стали дисциплинированнее. Они стали понимать, что ага, глазик ты смотрит, видно. И любой человек может посмотреть и посмотреть и узнать своего соседа. Если с отсутствием бытовой культуры жильцов помогает бороться видеокамеры и общественное порицание, то для того, чтобы устранить следы вандализма, дому требуется ревонт. А пока люди пытаются самостоятельно починить свой дом. Но все понимают, что это не заменит капитального обновления. По рыбам ветра я помню, что выбила от ветра вот это вот окошко. И ЖЭУ нам ничего не делает, не ставит. Конечно, снег сыпет зимой, холодно. Тут сквозит, прям напрямую. Что делать? Ну, сосед с мужем вот придумали. И всю зиму мы так зимовали. Лампочка не хватает, света не хватает. И вот поштовые ящики, вот где все сломано, бумажка и вставляют. Наши ящики, посмотрите. Да, очень. Ни двери, ничего нет. Обратите внимание на наши перила. Эти перила были поставлены еще на момент, когда строился дом. Конечно, они успели развалиться, потеряться. И здесь просто железка, наверное, года четыре была. И наконец-то поставили деревяшки. Никто не красил, никто в порядок не приводил. Естественно, прибили и ушли на этом. Все закончилось. По словам жителей дома, они обращались в управляющую организацию. Но там якобы отказываются производить ремонт, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей. Нам вот эти постоянные разговоры в ЖЭУ, что там не хватает то денег, то еще чего-то, мы не можем никак с этим согласиться, потому что люди оплачивают и стараются оплачивать все равно. Людям всем тяжело, но как надо же, чтобы и порядок был. Сделали, чтобы ремонт там. И обязательно повесили хорошие ящики. Редакция ЮТВ обратилась за комментарием в управляющую организацию. Там опровергли утверждение о своевременной и полной оплате их услуг всеми жильцами дома. Задолженность по данному дому составляет более 3,5 миллионов рублей. Дом включен в предварительный план капитального ремонта подъездов многоквартирного дома на 2024 год. Проблема дома в том, что здесь живут в основном квартиранты, вследствие чего возникают постоянные непредвиденные заявки. С вандализмом, по словам жильцов, сталкиваются все дома, находящиеся в этом дворе. А сам двор местные называют черным квадратом. Вероятно, дело в том, что у подростков нет пространства для активного досуга. Имеющаяся игровая площадка явно не способна удовлетворить их запросы. Поэтому тинейджеры вынуждены проводить свободное время в подъездах. Вот эта детская площадка не удовлетворяет потребностей всего нашего двора. У нас очень много молодых семей, очень много детей. Куда им податься, что им делать? Вот где зеленые дома, там была коробка хоккейная. Дети играли, хоккей был у нас постоянно, футбол, хоккей. На коньках катались девочки. Пожалуйста, поставили дома, коробку брали и опять детям не идти кататься. Это действительно черный квадрат. Это не асфальтированная дорога, да? Посмотрите, да? В деревнях сейчас лучше в 21 веке в деревню приехать. До дома асфальт. Сейчас подали, собрали подписи на программу «Башкирские дворики». Надеемся, что мы в нее попадем. В управляющей организации пояснили, что этот дом участвовал в конкурсном отборе для включения в программу «Башкирские дворики». Дома, которым не посчастливилось попасть в нее в 2022 году, будут задействованы в ней в последующем. Благоустройство включает в себя расширение проезжей части дороги, обустройство дополнительных мест для временной парковки автомобилей, перенос и установку опор дворового освещения, установку детского игрового комплекса. К слову, программа по благоустройству дворов будет действовать до 2024 года. Возможно, что до тех пор жителям Черного квадрата придется уповать на видеонаблюдение и собственную сознательность. Артур Бигнов, Игорь Яковлев и Руслан Габидулин. Телеканал ЮТВ.